Добрый день, уважаемые клиенты и их родители. Сегодня мы начинаем открытое зачисление на специальности в дневной и залоговочной форме получения образования на условиях оплаты. В открытом зачислении принимают участие первый проектор Светлана Ивановна Куптева, заместитель председателя приемной комиссии проектов по учебной работе Васильев Иванович, ответственный секретарь приемной комиссии Горзик Александр Александрович. Сегодня зачисление будет осуществляться на 30 специальностей в дневной форме получения образования на 500 мест и 15 специальностей заочной форме получения образования, полный срок обучения и 3 специальностей, сокращенных сроком обучения. Общим количеством 590 мест. Ректор АГБУ поздравляет всех тех, кто по итогам зачисления станет частью дружной семьи нашего университета. И напоминает, что после зачисления необходимо заключить договор на дневную и заочную платную форму обучения. Заключение договоров осуществляется на протяжении 5 дней с 18.08 по 22 августа 2020 года с 9 до 18 часов. Для проведения зачисления абитуриентов слово предоставляется ответственному секретарю приемной комиссии Горзику Александр Александрович. Пожалуйста. Спасибо, уважаемая Светлана Ивановна, уважаемые абитуриенты, их родители. Сегодня мы завершаем вступительную кампанию по зачислению студентов нашего университета. И сегодня это специальности дневной и заочной форме получения образования на жильях оплаты. Начинаем с дневной формы получения образования. И первый факультет это физико-математический факультет. Здесь две специальности с общим конкурсом. Латный набор на них небольшой. Входит зачисление выяснено, что наивысший проходной балл ставился на специальности физика и информатика. Поэтому мы начинаем зачислять с нее. Итак, план набора 2 человека, подвал документы 3 человека. Проходной балл составил 207 баллов. Оставшийся абитуриент к общему конкурсу перевозится на специальность математика и информатика. Значит, специальность математика и информатика. План приема 3 человека, подвал документы 4 человека. В результате общего конкурса проходной балл составил 206 баллов. Все абитуриенты, имеющие балл 206 и выше, рекомендуется зачисление. Факультет естествознания. Две специальности с раздельным конкурсом. Специальность биология и химия. План набора 40, подало заявление 20 абитуриентов. Все они рекомендуются зачисление. Специальность биология и география. План набора 10, подало заявление 7 абитуриентов. Все они рекомендуются зачисление. Исторический факультет. Три специальности с общим конкурсом. Первая специальность. История и общественные дисциплины. Плавная была 15. Подала 14 абитуриентов заявления. Они рекомендуются зачисления. История и экскурсионная клиническая работа. Плавная была 15. Подала 7 заявлений. Все рекомендуются зачисления. И последняя специальность этого факультета. История и мировая художественная культура. Плавная набора 15. Подала 15 заявлений. Все рекомендуются зачисления. Следующий факультет. Филологический факультет. Все специальности с раздельным конкурсом. Специальность русский язык и литература. Плавная была 5. Подала 4 заявления. Все абитуриенты рекомендуются зачисления. Специальность русский язык и литература и иностранный язык. Плавная была 10. Подала 7 заявлений. Все они рекомендуются зачисления. Специальность белорусский язык и литература и иностранный язык. Плавная была 5. Подала 3 заявления. Все рекомендуются зачисления. Факультет дошкольного образования. План набора 5. Подано 4 заявления. Все рекомендуются к зачислению. Факультет начального образования. План набора 5. Подано 5 заявлений. Все рекомендуются к зачислению. Следующий факультет. Факультет эстетического образования. Две специальности, связанные с музыкальным искусством. Музыкальное искусство, ритмика и хореография. План набора 2. Подано 3 заявления. Из них 2 реклиентки сдавали вступительные испытания в БГБУ. В другом учреждении высшего образования сдавала адонарная реклиентка. На основании пункта 30 правил приема первоочередное право на зачисление имеют те реклиенты, которые сдавали вступительные испытания по творчеству в нашем университете. Поэтому 2 реклиентки рекомендуются зачислению, а 1 реклиентка, которая сдавала вступительные испытания по творчеству в другом учреждении высшего образования в рамках общего конкурса переводится на вторую специальность музыкальное искусство и мировая творчественная культура. И на эту специальность музыкальное искусство и мировая творчественная культура. План 3. Подано заявлений 2. Одна переведена с соседней специальности. Все рекомендуются зачисления. Следующие две специальности факультета эстетического образования это связанные с изобразительным искусством. У них также общий конкурс. Итак, специальность изобразительного искусства и компьютерная графика. План набора 15. Подано 19 заявлений. Проходной балл составил 223. То есть зачастливее рекомендуется ритулент, имеющий балл 223 и выше. Остальные в рамках общего конкурса переводятся на специальность изобразительного искусства, черчения и народное художественное фронт. На этой специальности план набора 10. Подано 11 заявлений. В рамках общего конкурса со специальностью изобразительного искусства и компьютерного графика проходной балл составил 196. То есть клиенты, имеющие балл 196 и выше, рекомендуются зачисления. Факультет социально-педагогических технологий, где ряд специальностей имеет также общий конкурс. В результате зачисления выяснилось, что наибольший балл сформировался на специальности социальная и психолого-педагогическая помощь. План набора на ней 15. Подано 18 заявлений. Проходной балл составил 176. Остальные клиенты, имеющие балл ниже 176, участвуют в общем конкурсе на других специальностях факультета. В частности, на специальности социальная педагогика. План набора 10. Подано 4 заявления. Все эти клиенты рекомендуются зачисления. И третья специальность этого факультета. Социальная работа. План набора 15. С учетом общего конкурса подано 8 заявлений. Все эти клиенты рекомендуются зачисления. Следующие специальности. Это специальности Института инклюзивного образования, которые всегда пользуются достаточно повышенным интересом со стороны нашего клиента. Четыре специальности. Наивысший проходной балл сформировался на специальности логопедия, с которой и начинается зачисление. Логопедия. План набора 45 мест. Подано 57 заявлений. В результате сформировался проходной балл 240. И полупроходной балл 238, которым обладают два абитуриента. В данном случае приемная комиссия руководствуется пунктом 27.1 правил приема. Когда рассматривается балл полученный абитуриентами по предмету первого профильного испытания. В данном случае это биология. Выяснилось, что у абитуриентки сообщение, который балл составляет 64, у абитуриентки с передонами 56. Исходя из этого, полупроходной балл составляет 238. Все абитуриенты, имеющие этот балл и выше, рекомендуется к зачислению. В полупроходной рекомендуется Савченко и Катерина Сергеевна. Все остальные абитуриенты, которые подали преподинку на логопедию, участвовали в общем конкурсе на другие три специальности, в соответствии с их приоритетами, которые они указали в анкете. Итак, следующая специальность это сурда-педагогика. План набора 10. С учетом общего конкурса абитуриентов, которые не прошли на логопедию, на специальности оказалось 10 заявлений. Все абитуриенты рекомендуются к зачислению. Олигофрена-педагогика. План набора 20. С учетом общего конкурса тех абитуриентов, которые не прошли на логопедию, но указывали в приоритетах олигофрена-педагогика под номером 2, подано 15 заявлений. Все абитуриенты рекомендуются к зачислению. Специальность цифровой педагогика. План набора 5. Подано 4 заявления. Все абитуриенты рекомендуются к зачислению. Факультет физического воспитания. Три специальности с общим конкурсом, две с раздельным. С общим конкурсом выяснилось, что на невысший проходной балл сложился на специальности физическая культура лечебная. Поэтому зачисление начинается с нее. Итак, план набора 10. Подано 14 заявлений. Сложился проходной балл 213. И полупроходной балл 211. Которым обладают два абитуриента. Согласно пункту 27.1 правил приема смотрится отметка на первом предмете профильного испытания, которым является физическая культура. У абитуриентки Рымжа и Елена Игоревна это 82 балла. У абитуриентки Матвеевой Елизаветы и Елена это 67 баллов. Исходя из этого, к зачислению рекомендуется Рымжа и Елена Игоревна, а также все абитуриенты, которые имеют 213 баллов и выше. Остальные в рамках общего конкурса переводятся на специальность «Оздоровительная и адаптивная физическая культура». План набора 10. С учетом общего конкурса с лечебной физкультурой на специальности оказалось 10 заявлений. Все рекомендуется зачисление. И третья специальность с общим конкурсом – это физическая культура, физкультурно-оздоровительная и близкая рекреационная деятельность. Плана набора 15, подано 13 заявлений, все абитуриенты рекомендуемые зачисления. То есть оказалось, что на трех специальностях факультета физического воспитания мы забрали всех абитуриентов, которые подавали туда заявления. Эти три специальности. Специальности с раздельным конкурсом. Первая из них – спортивно-туристическая деятельность менеджмент в туризме. Плана набора 80. Вне конкурса подал документы один абитуриент. На общий конкурс подано 80 заявлений. Таким образом, на 80 мест 81 абитуриент. Проходной пал сложится на уровень 141.2. И последняя специальность этого факультета – спортивно-педагогическое деятельность, спортивная режиссура. План набора 15, подано 13 заявлений. Все абитуриенты рекомендуемые зачисления. Завершаем любую форму получения и образования специальностями Института психологии. Две специальности с общим конкурсом. Наибольший проходной пал сложился на специальности психология, с которой начинаются начисления. Набор плана набора 70, подали документы 78 абитуриентов. Проходной пал сложился на уровне 215. И 4 человека обладают полупроходным балом 214. Согласно контр-20 серии 1 плана приема, мы снова смотрим на отметку по первому предмету профильного испытания. В данном случае это биология. У первых 3 человека с полупроходным балом 214, которые обладают большим балом по биологии, это 502, 46 и 40, рекомендуйте к зачислению. Четвертая абитуриент имеет по биологии 34 балла и участвует в конкурсе на специальность практическая психология. Специальность практическая психология. План набора 20. С учетом общего конкурса по специальности психология, на специальности зафиксировано 22 заявления. С учетом общего конкурса проходной пал составил 209. Таким образом, абитуриенты с баллами в 209 и выше, рекомендуется зачисление. Мы завершили зачисление специальности дневной формы получения образования и переходим к завучной форме получения образования. Специальность истории и общественной дисциплины. План набора 20, подано 19 заявлений. Все эти клиенты рекомендуются зачисления. Факультет дошкольного образования. Полный срок получения образования. План набора 45. Вне конкурса 1 абитуриент. На уроке конкурс 44 места. Проходной балл сложился на уровне 178 баллов. И у пяти человек имеется полупроходный балл 177. В данном случае, согласно пункту 27.1 приема, приемная комиссия смотрит на балл, набранный по результатам первого профильного испытания. Это биология. Таким образом, наивысший балл по биологии пяти абитуриентов это 47. Полячок Марина Даниловна. Остальные абитуриенты имеют баллы ниже 47. Поэтому на полный срок получения дошкольного образования рекомендуется зачистить абитуриентов, имеющих 178 баллов и выше. И абитуриент у Полячок, имеющий полупроходный балл 177. Дошкольное образование, сокращенный срок обучения, план набора 25, подано 40 заявлений, проходный балл составляет 198 баллов. Факультет начального образования, полный срок обучения, план набора 15, подано 18 заявлений от эритриентов, проходный балл составляет 193. То есть все эритриенты, имеющие балл 193 и выше, рекомендуется к зачислению. Начальное образование, сокращенный срок обучения, план набора 10, подано 11 заявлений, проходный балл 157. Факультет эстетического образования, специальность изобразительное искусство, черчение и народные художественные промысла. План набора 20, подано 20 заявлений от эритриентов, все рекомендуется к зачислению. Специальность музыкального искусства, ритмика и хореография, сокращенный срок обучения. План набора 50, подано заявлений 55 от эритриентов. Из них внутреннее испытание по творчеству в ББПУ сдавало 50 эритриентов, 5 сдавало данные испытания в других учреждениях высшего образования. Согласно пункту 30 правил приема, приоритет при зачислении, на специальности, для которых необходимо сдавать вступительные испытания по творчеству, приоритет имеют те эритриенты, которые сдали профильные испытания в нашем учреждении образования. Таким образом, 50 человек, сдававшие в нашем учреждении образование, рекомендуется к зачислению, прохватный балл составил 187. А для клиентов, сдававших экзамен по творчеству в других учреждениях образования, даже имеющие более высокий балл, согласно пункту 30, к сожалению, не могут быть в эти учреждениях. В факультете социально-педагогических технологий две специальности имеют общий конкурс. Это социальная и психологическая помощь и социальная удовольствие. Выяснилось, что наибольший прохватной балл сложился на специальности социальной и психологической помощи. План номер 15, подано 27 заявлений, прохватный балл составил 195. Остальные клиенты участвуют в общем конкурсе на специальности социальной и психологической помощи. Там план номер 15, заявлений с учетом общего конкурса 29, прохватный балл составил 186. И третья специальность этого факультета социальная работа, где раздельный конкурс. План номер 15, подано 23 заявления, прохватный балл составил 170. То есть, если вытвердивающий прохватный балл 170 и выше, рекомендуется к зачислению. Специальности Института инклюзивного образования. Четыре специальности с общим конкурсом. Выяснено, что наибольший конкурс сложился, наибольший проходный балл, простите, сложился на специальности логопедия, с которой начинается зачисление. План номер 75, подано 93 заявления. Проходной балл составил 203. Остальные инклюзивные участвуют в общем конкурсе на три другие специальности. В соответствии с приоритетами, которые они указывали в своих заявлениях. Вторая специальность, Олега Фреда, педагогика. План номер 10. С учетом общего конкурса в соответствии с приоритетами на специальности оказалось 19 заявлений о клиентах. Прохоженный балл составил 197. Остальные участвуют в общем конкурсе на оставшиеся две специальности в соответствии с приоритетами, которые они указали в заявлении. Третья специальность, Олега Фреда, педагогика. План номер 5. Схода на 6 заявлений. Прохоженный балл составил 196. И последняя специальность этого института, ТИФЛО, педагогика. План номер 5. С учетом общего конкурса для клиентов, согласно их приоритетам, проходный балл составил 180 баллов. Факультет физического воспитания. Две специальности с общим конкурсом. Выяснилось, что наибольший проходной балл сложился на специальности «Оздоровительная и адаптивная физическая культура». Зачистение в данном случае начиналось, поэтому с нее. План набора 25. Подано заявление 29. Из них обновлено конкурса. Прохоженный балл составил 183. Оставшиеся клиенты участвовали в общем конкурсе на специальность «Спортивно-туристская рейдность менеджмент в туризме». От данного равна данную специальность 50. Вне конкурса подали документы 5 для клиентов. На общий конкурс осталось 45 мест. Проходной балл сложился на уровне 169 баллов. И у двух клиентов сформировался полупроходной балл 168. В данном случае, согласно пункту 271 правил приема, приемная комиссия обращает внимание на отметку по первому предмету профильных испытаний. Это физическая культура. И, таким образом, у одного абитуриента отметка по физической культуре составляет 58, у другого – 62. Соответственно, абитуриент с наивающим баллом по физкультуре и полупроходным баллом 168 рекомендуется к зачислению. Кроме этого, один из абитуриентов имеет ходатайство под Белорусской ассоциацией футбола. И, согласно пункту 33.1 правил приема, приемная комиссия своим решением может сверхпланы приема в пределах максимальной численности обучающихся, с учетом наличия ходатайства в соответствующей федерации и наличия спортивного разряда не ниже первого, также включить данное абитуриента в список лиц, рекомендованных к зачислению сверхплана приема. Специальности Института психологии. Две специальности с общим конкурсом – это практическая психология и психология. Выяснилось, что наибольший проходный балл сформировался на специальности практическая психология, поэтому зачисление начиналось с нее. План набора 50, поданно 66 заявлений, проходный балл сложился на уровне 207. Кроме этого, специальности психология. План набора 140. Было подано 183 заявления. С учетом общего конкурса проходной балл сложился на уровне 204. И у четырех абитуриентов полупроходной балл – 203. На три оставшиеся места нам необходимо было отобрать от этих четырех абитуриентов троих. В соответствии с пунктом 27.1, Кривная комиссия изучила отметку по предмету первого прожженного испытания – биология. У трех абитуриентов отметка по биологии сумма баллов по биологии равна 51, 43 и 40 баллов. У одной абитуриентки, которая имеет полупроходной балл – 203, по биологии на балл – 38 баллов. Поэтому абитуриенты с более высокими баллами по биологии рекомендуются к зачислению, а данная абитуриентка, имеющая 38 баллов, к сожалению, остается под чертой. Мы закончили зачисление на специальности замочной платной формы получения образования и последнюю категорию лиц рекомендуют к зачислению – это лица, поступающие для получения второго и последующего высшего образования согласно пункту 34 правил прибыли. Согласно пункту 34 лица, поступающие для получения второго и последующего высшего образования при незначительном несоответствии с задержанием учебных дисциплин полученной ранней специальности, требованием подготовки специалиста по второй специальности, по решению приемной комиссии, зачисляются без вступительных испытаний на второй или последующий курс. Таких лиц у нас было подано следующее количество заявлений. Четыре человека на специальность логопедия, два человека на специальность суда-педагогика, один на специальность оздоровительная, адаптивная и физическая культура, три человека на факультет дошкольного образования и четыре человека на специальность практическая психология. Все они также рекомендуются на зачислении. Мы с вами закончили зачисление на специальности дневной и зарочной формы получения образования на условиях оплаты. Еще раз позвольте поздравить всех тех, кто стал студентом в ВППУ. В заключении позволю себе напомнить о том, что на протяжении пяти дней вам необходимо приехать в университет, заключить договор о платном обучении. В случае, если клиент является несовершеннолетним, с ним должен быть его законный лицкомитет, который должен выразить свое согласие с договорами и в сроке указанном договоре произвести оплату за обучение. Лица, которые заключают договоры и приемные комиссии, будут готовы ответить на все ваши вопросы. Мы поздравляем вас еще раз. Спасибо за внимание. До встречи в новом учебном договоре.